Осколки Нургуль Ешильчай, Эркан Пятикаян, Эбру Аскан, Джамаль Хюнал, Толгатикин, Нурсель Кёсе, Эртугрол Пастаглу, Гюни Шамир, Эльвин Айдогду, Алина Бос, Бурак Таскапаран, Лайлат Анлар, Аслыхан Капаншахин, Гамзя Балын. Композитор Айше Андер Майки. Сценарий Илгэстунч, Мурат Битфу, Митин Али. Режиссер Дживдет Мирджан. 13 серия Право выбора за тем, у кого есть деньги. У меня они есть, а мне ее нет. Поэтому право выбора за мной. Редактор субтитров А.Семкин У меня такое странное чувство, словно я всю жизнь вас знаю. Я тоже это чувствую. Наверное, кровь тянет. Наверное. Джон Су, у тебя есть время? Можем мы немного поговорить? Конечно. Вы подождите меня пару минут. Ладно? Я сейчас. Да, подожду здесь. Брат Бахтияр, езжай домой, я сама доберусь. Решила прогуляться с друзьями? Ну, ты забери сумку, чтобы я не носила ее с тобой. Отдай ее тете Мине, чтобы она положила ее ко мне в комнату. Хорошо, будь осторожна. Хорошо, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Я не знала, где вы Это из-за того, что я часто менял работу Да, госпожа Кереман говорила, вы работали в турецком супермаркете Я хотела вам позвонить, но у нее не было вашего номера Ты хотела мне позвонить? Да Милая моя А чем вы сейчас занимаетесь? Теперь я здесь Вы не поедете обратно? Нет, не поеду Теперь мы всегда будем вместе Я очень счастлива На самом деле, очень хотела с вами познакомиться Когда ты смеешься, ты похожа на свою маму На Гельсерен Да, все так говорят Ты не голодна? Может быть, перекусим? Можно Что значит, он ушел? Он только сегодня вернулся из больницы Вот взял и ушел Будто у меня разрешение просит А куда он пошел? А вы как думаете? Давайте поразвышляем, куда он мог пойти Ой, Аллах Он меня точно с ума сведет Ладно Не будем на него давить Он только что вернулся домой А ты с ним поговорила? Ты ведь вроде хотела Нет, папа не поговорила Я от него уже ничего не жду, папа Что это значит, доченька? Что это значит? Ничего, папа А ты куда так нарядилась? Куда ты собралась? У меня кое-какие дела А Джихан? Ой, Аллах Ты тоже какая-то странная Он только что вернулся домой А ты тоже уходишь из дома Что ты там потеряла? Ты любишь кукуречь? Кукуречь? Если тебе не нравится Можем что-нибудь другое поесть Нет, дело не в этом Просто я никогда в жизни не ела кукуречь Как же так, Джансу? Кукуречь это такая вкуснятина Почему ты его ни разу не ела? Мама не разрешала Говорила, это вредно Мама? Госпожа именная Приберитесь в гостиной И уберите со стола грецкие орехи Слушаюсь, госпожа Все сделаем Вечером я могу не успеть на ужин Поэтому пусть дети едят без меня Хорошо, госпожа Деляра Добро пожаловать, господин Джихан Джихан Госпожа Эмины знает, какие лекарства И когда тебе принимать До встречи Ты вернулся, Бахтиер? Да, я привез сумку Джансу Вы куда-то едете? Если хотите, я могу подвезти Я сама поеду Дай мне ключи Пожалуйста Бахтиер, а где Джансу? Она осталась, господин Джихан Как осталась? Сказала, что вернется на такси Ты не спросил, куда она поехала? Я спросил, она ничего не ответила Порой она встречается с друзьями Может и на этот раз Друг, ну что ты размазываешь? Положи побольше Хорошо, хорошо Тебе поострее или как? Ты любишь острое? Слишком острое нет Не слишком острое Хорошо, друг И еще два ирана Хорошо сейчас Ну, возьми Олах Она не отвечает Ну, пробуй Брат, принеси нам, пожалуйста, еще две вилки Хорошо? Как тебе? Как вкусно Тебе нравится? Почему я не ела этого раньше? Кокоречь просто бесподобен В Германии я скучал больше всего по нему Значит, в Германии кокореча нет? Как немцы могут разбираться в кокорече? Они едят только картошку и капусту А из чего это делают? Это делают из... Зачем тебе это? Просто ешь и все Нет А, острое Я ведь предупреждал Пей, айран Спасибо большое Ты в каком классе учишься? Первый курс лицея Хорошо учишься? Просто по тебе видно, что учишься хорошо Да, неплохо учусь А чем вы занимаетесь? Какая у вас профессия? Я? Я механик Вроде инженера? Да Чиню двигатели автомобиля Какие автомобили чините? Любые, разные А вы жили в Кельне? Да, 10 лет Кельн очень красивый город Как-нибудь съездим, и я тебе его покажу Я знаю, Кельн на самом деле очень красивый город Ты была в Кельне? Мы ездили туда на неделю На чемпионат Европы с командой И я заняла первое место В соревнованиях по конному спорту Я видел фотографии в интернете У тебя много кубков Вы искали меня в интернете? Конечно Иначе как бы я тебя узнал? Ты замерзла? Давай возьмем это с собой Или пойдем в какое-нибудь кафе Выпьем горячего чаю Можно Ну, идем Кстати, кокорич очень вкусный Спасибо большое Ешь на здоровье Господин Джихан, ваши лекарства Хотите еще чего-нибудь? А что, Джан Су приходит домой после тренировки так поздно? Иногда бывает Но госпожа Деляра не разрешает ей этого Я думала, что сегодня Джан Су побудет с вами Ну ладно, спасибо Хочешь, Салеп? Кажется, ты и Салеп никогда в жизни не пила Салеп? А, Салеп Конечно, пила Не такая я и темная Друг Будь добр Принеси нам, пожалуйста, два Салепа С корицей Здесь очень тепло А на улице промерзли сильно, да? Да, здесь очень хорошо Могу я у вас кое-что спросить? Только при одном условии Прошу тебя, не называй меня на «вы» Я тебе не чужой человек, я твой отец Хорошо Задавай вопрос Вы Ты Почему ты уехал в Германию, бросив маму Гюльсерен? Ты сильно любишь Гюльсерен? Очень Почему я уехал? Из-за работы Да, у меня тут были проблемы Связанные с деньгами Мне пришлось Пришлось уехать Покинуть страну Понимаю А почему вы ей не звонили? Вы и Хазал не звонили Неужели не скучали? Ну, как можно было не скучать? Я с ума сходил Джансу, милая, послушай Мы только что познакомились Может, поговорим об этом в другой раз? Давай сейчас Поговорим, например О твоих занятиях Как твои занятия конным спортом? Папа звонит Потом перезвонишь ему Мы ведь так хорошо сидим Нет, он будет беспокоиться Алло, папа? Милая, я тебе столько раз звонил Почему ты не отвечаешь? Прости, папа Я не видела, что ты звонил Я тебе и сообщение отправлял Я дома Думал, ты придешь домой Мы сможем посмотреть фильм Поговорить Прости, пожалуйста, папа Хорошо, доченька А где ты? Папа Папа, я Говори, дочка Где ты? Ну Ну, говори Мы с папой Осканом сидим в кафе Он вернулся из Германии Неужели? Да Он пришел в школу Хотел увидеться со мной Мы познакомились Поели кукурич А сейчас пьем солеп В одном из кафе-заповедника Бейкоза Ты не переживай Я скоро вернусь домой Хорошо, доченька Конечно Только не задерживайся допоздна Хорошо, обещаю А ты прими лекарства Хорошо? Хорошо Сима Принеси мне пальто, пожалуйста Сильно беспокоиться? Немного Но попросил не задерживаться допоздна Я думал, ты не скажешь отцу Что? Что мы вместе? Я никогда не обманываю папу А твоя семья тебя сильно любит? Любит Но больше всех меня любит папа А я его очень сильно люблю Он у меня единственный Как вы познакомились с мамой Гельсерен? Ответь, Гельсерен Возьми трубку Моя единственная дочь сейчас в кафе С абсолютно незнакомым мне человеком Оллах, дай мне терпения Чтобы я не разорвал его прямо на глазах у моей дочери Дай мне терпения, Оллах Проходи, дорогая Возьми, возьми У меня руки отваливаются Что это такое? Продукты купила Какие тяжелые Купила Сиркан шоколадку Он очень обрадуется Помнишь, как он швырнул шоколадку, которую дал ему Оскан? А ты что думала, он ведь мой сын? Ты не берешь трубку, потому что чувствуешь себя виноватой Ты не сказала мне, что он приехал А теперь и на звонки не отвечаешь Ты, кажется, собиралась купить печь Не получилось Почему? Очень дорого Я нашла одну бэушную, но в отличном состоянии Но запросили 750 лир, а у меня всего 500 Гюльцерян, неужели я поторопилась с арендой магазина? Я бы отказалась внести задаток Но уже поздно, понимаешь? Понимаешь? Возьми деньги и купи эту печь Ни за что не возьму Возьми деньги, Дерьяр Нет, они тебе тоже нужны Ты ведь собиралась снять квартиру Я передумала Почему? Оскан не оставит меня в покое И будет постоянно шиваться у моего порога Да, ты права Почему ты сразу не додумалась до этого? Не знаю, наверное, сильно переволновалась в тот момент Бери деньги Нет, снимешь квартиру в другом месте Ей-богу, я сейчас уйду Гюльцерян, что за глупости? Ну, что ты делаешь? Гюльцерян, что ты делаешь? Я говорила, что уйду Ладно, давай деньги, я их возьму, ладно Какая же ты упрямая Словно ты не такая Я беру их, но с одним условием Верну в начале месяца Хорошо, хорошо Станешь королевой Берека и вернешь деньги Гюльцерян, ты поговорила с господином Джиханом? Да, мы поговорили И что? Мы решили больше не встречаться И ты дай мне свой номер Сейчас я вам позвоню А вы сохраните номер Есть звонок Джон Су Записал Я пойду, уже слишком поздно Ты не торопись, я тебя подвезу Нет, нет, я на такси поеду Ну, что ты говоришь, милая Я тебе купил Небольшой Подарок Это тебе Вам не стоило так беспокоиться Мы на ты Надеюсь, тебе понравилось Я купил его, когда ездил в Прагу Его называют гранетом Я знаю Он похож на гранат И этот камень приносит удачу Спасибо большое Серьезно? Папа? Доченька Зачем ты приехал? Чтобы забрать тебя, любимая Я могла и сама приехать на такси Никакого такси Собирайся, мы едем домой Папа, это Оскан Гюльпинар Отец Хазал То есть, мой родной отец Доченька, поехали Я припарковал машину в неположенном месте Поехали Вы еще посидите? Нет, я тоже поеду домой Я позвоню вам Поехали, дочка Джон Су Мы еще увидимся, доченька Субтитры сделал DimaTorzok Ты разозлился? Да, разозлился Почему? Как это почему? Незнакомый человек Забирает тебя из школы Ведет тебя в кафе А ты спокойно с ним идешь Но этот незнакомый человек Мой родной отец Откуда ты его знаешь? Я видела его фотографии Где видела? В доме мамы Гюльсерен То есть как? Гюльсерен показала тебе фотографии И сказала, что это твой отец? Нет Мне их показала госпожа Кериман В день, когда Хазал сбил мотоцикл Мы встречались с тобой в тот день Ты шел с Хазал под ручку Тем более этим фотографиям Более десяти лет Дилера, добрый день Добро пожаловать, доченька Пусть все пройдет Неужели с Джаханом случилось что-то? И не спрашивайте Как он сейчас? С ним все в порядке Ну, напишу Ты принесла нужные документы? Пусть дядя их тщательно просмотрит Принесла, пожалуйста Возьмите Вы пока разговаривайте А я посмотрю документы Хорошо? Можешь посмотреть их на моем ноутбуке Конечно Что будешь пить? Может кофе? Нет, милая, никакого кофе У меня и так нервы не к черту Можно отравяной чай? Один чай А ты что будешь, дядя? Чай Без сахара Нашли того, кто стрелял в Джахана? Джандан, я кое-что скрыла от тебя Диляра, прошу тебя ради бога Не скрывай от меня ничего Не переживай, я уже поумнела И что ты скрыла от меня? Альпер стрелял в Джахана Что? Его компаньон? В этом загвоздка Он не только его компаньон Альпер, мой незаконорожденный брат Ты не пойдешь в ресторан? Почему? Неужели ты боишься, Альпер? Ты боишься того, что Джахан что-нибудь сделает с тобой? Солмаз, заткнись Альпер, признайся, что ты дурак Чего ты добился, ранив Джахана? Все стало только хуже Радуйся Радуйся, что Джахан не сдал тебя Если бы он сказал, что ты в него стрелял Ты бы уже давно сидел за решеткой А не здесь Солмаз Видишь колонну за спиной? Иди, ударься об нее головой Не хочу с места вставать Откуда ты появился в моей жизни? Божье наказание Замолчи, я тебе сказал Сестра Я здесь Я освободила тебе место в шкафу Чтобы ты туда разложил свои вещи Кажется, ты тут надолго застрял Как же я устала Целый день занималась уборкой Спину ломит Постирала все твои вещи Как же я устала Как устала Открой окно Весь дом едой провонялся Это я приготовила тебе гороховый суп с помидорами Ты же его очень любишь Он очень острый А на гарнир плов сделала Объедение, одним словом Кстати, Оскан Звонила женщина Ну, Рай Она звонила тебе на твой номер в Германии И не дозвонилась Потом позвонила домой И я дала ей номер Которым ты сейчас пользуешься здесь А я-то думаю Как она меня нашла? Она тебе звонила? Да, звонила Моя недалекая сестра Зачем ты даешь мой номер Кому попало? Ну, что ты кричишь на меня? Она сказала, что это срочно Сказала, что не может дозвониться до тебя Да и... Что бы я ни сделала Всегда я виновата Ничем тебе не угодишь Умру в один миг И будете потом скучать по мне Ладно, не начинай, сестра Просто не давай мой номер Кому попало Ты меня слышишь? Скажи, что не знаешь Приготовь чистую одежду Я пошел мыться Что? Да я постирала всю твою одежду Тогда скажи, в чем я должен ходить? Так и привез ты с собой немного вещей Вот я и постирала их И когда высохнет? К завтрашнему дню, думаю И что мне теперь не мыться? Оскан, ладно Иди в душ А я пойду и куплю тебе чего-нибудь Ладно, только боксеры не покупай А деньги? Оскан, братец У меня всего сто лир Но если их разменяю, сам знаешь Как разменяешь деньги Они сразу же тратятся Братец И пару носков купи И на оставшиеся еще тебе Куплю костюм Неужели он считает, что 20 лир это деньги? Может он на самом деле сумасшедший? Настоящий идиот Дал всего 20 лет Дочка, иди домой А ты? Я сделаю кое-какие дела и вернусь Какие еще дела, папа? Тебя только сегодня выписали Доченька, иди домой Хорошо, но почему ты злишься? Я не злюсь, единственная моя Я вернусь, как только сделаю свои дела Иди, пожалуйста И что он сказал, когда ты предложила ему больше не встречаться? Ничего Сказал, что не хочет давить на меня Что-то быстро он сдался Нет, Дарья, это не так Я и не давала ему ни одного шанса Сказала, что он нужен семье Я же все понимаю Я так и думала на самом деле А ты сказала, что Оскан приехал? Я не смогла сказать, не смогла Ты должна была ему это сказать Разве господин Джихан не должен был узнать это первым от тебя? Конечно, должен был, но я не смогла Я не знаю, как он отреагирует на это Тем более, если бы я сказала, что Оскан приехал Что бы он подумал обо мне? Скажи мне Ну, при чем тут это, Гельсирен? При чем тут это? Ну, куда тебя опять понесло? Ты десять лет его не видела Целых десять лет Ты думаешь, я хочу вернуться к Оскану? Упаси Господь Но если бы я сказала ему это Он сказал бы, что я не хочу видеться с ним именно поэтому Лучше бы сказала, чтобы он его придушил Что? Да просто пошутила Это шутка Дарья, для меня самое главное Это благополучие Джихана Я не хочу, чтобы он и его семья страдали по моей вине Мне наплевать на Оскана Единственное, что я хочу Чтобы Джихан, Джансу, Хазал Все были счастливы А что насчет твоего счастья? Пусть у них все будет благополучно, а ты будешь страдать? Но это несправедливо, Гельсирен Несправедливо Оскан Оскан Я пойду Оскан Я развешу белье А ты продолжай валяться Оскан Оскан Женщина В гости к нашей нищей семье Добро пожаловать, мой господин Я пришел тебя предупредить Надеюсь, это к добру Держись от Джансу подальше По какой причине? По той причине Что по твоим глазам видно, что ты за человек Поэтому держись от Джансу подальше Не смей ходить к ней в школу, звонить и вообще ошиваться возле нее Понял меня? Когда ты забрал Хазал, ты ни у кого не спросил Прости, господин Джихан, но Джансу, моя родная дочь Она моей плоти и крови Я буду видеться с ней, когда хочу Сколько денег ты хочешь получить? Сто, двести тысяч Миллион, два миллиона Деньги за кого? Деньги за Хазал Джансу или Кюльсерен За кого деньги? Что ты делаешь? Ты кто вообще такой? Не смей даже имя Джансу произносить Чтоб я даже не видел тебя возле нее Забирай деньги и убирайся отсюда, подонок Мне не нужны твои деньги, я хочу свою дочь Оставь Джансу в покое Или ты пожалеешь, что родился на свет Оставь ее, слышишь? Оставь Не оставлю Она тебе не дочь Оскан, отпусти, господин Джихан, умоляю, отпусти его Оскан, брат, брат, как ты? Брат, брат, голова болит? Братик Нет Оскан, Оскан, как ты? Брат, как ты? Оскан Оскан Тебе конец Конец Теперь я точно не отстану от Джансу Тебе конец Конец Здравствуй, район Это Джихан У меня швы на ране разошлись Я еду в больницу Хорошо, до встречи Осторожнее Сильно болит, да? Ты только посмотри, что сделал этот сын шакала Разукрасил меня в собственном доме Кем он себя возомнил? Не знаю, кем он себя возомнил Но он один из самых крупнейших налогоплательщиков этого государства Замолчи, женщина, или я сейчас на тебе оторвусь Может сюда пластырь приклеить Или бинт положить Я ему этого просто так не оставлю Забрал Хазал и Джансу И еще имеет наглость спрашивать, сколько денег я хочу Он предложил деньги? Сколько денег он предложил? Сто Двести тысяч Один миллион Миллион Что ты с ними будешь делать? У меня сердце сейчас остановится За один миллион лир мы купим пять квартир Самую лучшую оставим себе А остальные будем сдавать в аренду Сестра, помолчи, иначе... Неужели мозги совсем отсутствуют? Неужели? Оскан Послушай Оскан, брат Ради Аллаха, умоляю тебя, Оскан Удача улыбнулась нам, Оскан Он сам предложил деньги Оскан Пришло извещение об уплате за кредит А у нас ни копейки нет, брат Почему ты так глупо поступаешь? Брат Посмотри на мое лицо Ты думаешь, я это просто так оставлю? Правильно Можно просить еще больше денег Нет, так не пойдет Пришел бы по-человечески, мы бы договорились с ним Но он срубил сук, на котором сидел И я заберу у него Джонсу Она моя родная дочь Она моей крови и плоти И я заберу Джонсу И верну обратно Гельсирен Ты только о Гельсирене думаешь И вдруг эта никчемная Гельсирен стала нам нужна А тебя что-то не устраивает? Не рассказывай мне сказки Если бы она была тебе так нужна Ты бы не уехал на 10 лет Но как только Гельсирен изменила тебе Еще раз Посмеешь сказать что-то подобное про Гельсирен? Я тебя выкину в окно Куда ты, Оскан? Какое твое дело? Оскан, братец Прошу тебя, не ходи в полицию Они начнут во всем подозревать тебя Отойди Они все повесят на тебя, Оскан Оскан Оскан, да будь ты проклят, Оскан Будь ты проклят Хоть какие-то мозги должны быть у человека А у тебя с детства отсутствие мозгов Надо же Такой шанс упустить Ну как? Что скажете, господин Айдын? Диляра, я тщательно посмотрел все документы И надо признать, что Джихану принадлежит Очень большая часть капитала в бизнесе Да, это так Если он при разводе заберет свою часть капитала Ваш бизнес рухнет Вы потеряете всю долю рынка Предупреждаю вас заранее Я знаю, что наши силы заключаются в нашем единстве Есть еще кое-что Если вы разделите бизнес Ваши конкуренты захотят купить его Но, как вы понимаете, за копейки В худшем случае они просто вас поглотят Именно поэтому я не хочу разводиться Предположим, вы развились В этом случае Ни под каким предлогом Вы не должны расторгать ваши деловые отношения И делить капитал Ваш сектор слишком рискован Да, вы правы Что-нибудь еще? У тебя есть еще вопросы? Нет, спасибо большое, господин Эбин Ну ладно, тогда я побежал Домой? Нет, у меня еще есть дела Дядя, подожди минутку Предположим, Джихан отказывается от своей части в бизнесе И принимает предложение о разводе Он не примет подобного предложения Предположим, что все-таки согласился Не примет, Джандан Не разведется же он, не взяв ни копейки Милая, я просто моделирую ситуацию Предположим, он согласился Ладно Ты сможешь справиться с бизнесом одна? Ты сможешь управлять компанией? Да, смогу Но, конечно, мне не сравниться с Джиханом Он очень опытный бизнесмен Это очевидно Я посмотрел счета За шесть лет он увеличил уставной капитал в пять раз Это большое достижение Диляра, я тебе так скажу Сделай все, что в твоих силах Но не разводись с Джиханом Я тоже так думаю, господин Эбин Ну, ладно Хотел сказать, передавая Джихану привет Но даже не знаю, сможешь ли ты это сделать Скажешь ли ты ему, что встречалась со мной Водитель ждет тебя внизу? Да, ждет внизу Спасибо еще раз Желаю тебе удачи До свидания, доченька Желаю отличного отдыха, дядя Дядя Я ему обязана своим успехом Я не знаю лучшего финансового аналитика, чем он А давай посплетничай мне много Расскажи мне что-нибудь об этой женщине Что рассказывать, Джандан? Эта женщина меня не интересует Знаю, что не интересует Но мне нужна информация касательно этой женщины Ты вроде говорила, что она замужем Да, она замужем Но уже 10 лет ее муж за границей Теперь он приехал Точнее, мы его привезли Не поняла Как это вы его привезли? Он сидел в тюрьме в Германии Отец заплатил за него залог, и он приехал Зачем ты это сделала, Диляра? Чтобы он пришел и поставил Гюльсерин на место Теперь она спокойно с ним разведется Его 10 лет не было здесь Ко всему он еще и преступник Судья разведет их на первом слушании Ты понимаешь это? Джандан, что ты говоришь? Значит, помочь ему выйти из тюрьмы было большой ошибкой? Конечно Диляра, почему ты делаешь подобные шаги без моего ведома? Ладно, не паникуй И эту проблему решим Узнай имя адвоката, который его вытащил И скажи мне Я все сделаю Хорошо Тщательно следуйте моим инструкциям Нельзя допустить ни малейшей площади Возвращайтесь к работе Добро пожаловать, госпожа Что происходит, Аминэ? Господин Джихан дал кое-какие указания Ладно Джихан Что случилось? Насчет чего ты всех инструктировал? Присядь Сегодня Джансу Кое с кем встречалась Встречалась? С кем? Неужели у нее появился парень? Нет Она встречалась со своим отцом С Осканом Что ты сказал, Джихан? И как это произошло? Он пришел к ней в школу И забрал ее Джансу Отдал свои вещи Бахтияру А потом они поехали в кафе Поели, поговорили Ели кокорич Пили солеп Просто не верится И что ты сделал? Я сделал все, что полагается Поехал и забрал Джансу Привез ее домой А потом поехал и разбил ему морду Ты его избил? А что я должен был сделать? Поручить это Бахтияру или своим людям? Я свои проблемы решаю сам Стой! Куда ты? Пойду и поговорю с Джансу Чтобы она больше не встречалась с ним Присядь Насильно это не решить? Я не буду давить на нее А просто скажу, чтобы она не встречалась с ним Так делать нельзя Насильно невозможно ничего решить А если она спросит, почему Папа может видеться с Хазал? А я с отцом не могу Что мы ей ответим? Перестань, ради Бога Как можно его сравнивать с тобой? Конечно, нет Но в глазах Джансу Он ее родной отец Она захочет с ним видеться Да, ты прав Она начнет упрямиться Она и так бунтует против всего Он о чем-нибудь тебя просил? В смысле? Даже не знаю Просил ли у тебя денег? А если не просил, ты ему предлагал? Ты думаешь, я до этого не додумался, Диляра? Конечно, предлагал Но этот человек душевно больной Он отказался И что теперь делать? Как мы его остановим? Как? Не знаю Раз он хочет Хазал Давай отдадим ему Хазал Как это? Ты меня удивляешь, Диляра Я своим ушам не верю Ты хочешь отдать Хазал в жертву? Джихан, это касается Джансу И я вынуждена так думать Если он хочет Хазал И пообещает больше не видеться с Джансу Я, конечно же, соглашусь То есть мы отдадим Хазал И оставим себе Джансу Обменяем детей Ты только для того, чтобы сломить Тюльсирен Забрала у нее Хазал и привела сюда Приютила в особняке А теперь Ты хочешь вернуть ее назад? Я ведь не предлагаю бросить ее в этой нищете Конечно, мы будем помогать ей материально Ты забрала ребенка из нищеты Привела жить в особняк Она живет тут, как принцесса Говорят, не дай бог лишить человека того, что у него уже было Неужели, как только запахло гарью Ты решила вернуть ребенка обратно в эту нищету? Нет, я этого не позволю Ни за что Она тоже наша дочь, наш ребенок Этого не будет, Диляра Не будет Я не допущу этого Мы в ответе за тех, кого приручили И как она может так говорить? Ведь я четко слышала, что она готова отдать меня Только чтобы он Не ведется с Джанцу Я твоя родная дочь, а не Джанцу Ты меня родила Меня родила Пойду переоденусь Друг, ну почему ты вляпался в неприятности, как только приехал? Ты только посмотри на свое лицо Беда на мою голову Честное слово Ладно, господин Оскар Папа, хотя бы раз ответь, пожалуйста Постарайтесь, пришел король покерного стола Добро пожаловать, брат Рахме А ты совсем не стареешь Свеж как огурчик Я пью эликсир молодости Присаживайся на свое место, брат Всем удачи в игре, господа Итак, приступим Ура, милый, принеси мне фишки Принесите фишки, брат Рахме Папа, прошу тебя, не злись на меня Я не собирался Тогда почему так смотришь на меня? Ах, Джанцу, доченька Когда же ты успела вырасти? Когда ты стала юной девушкой Я прижимал тебя к груди Успокаивал тебя, когда ты плакала А теперь посмотри Ты стала совсем взрослой девушкой Придет день, и ты улетишь из нашего гнездышка Что я буду без тебя делать, любимая? Как я буду жить? Разве такое возможно? Думаешь, я смогу оставить тебя одного? Папа, как бы я ни выросла Ты навсегда останешься Моим любимым папочкой Не забывай об этом, хорошо? Это единственное, чего я точно не забуду Вот это да Неужели это сделал Джихан Герпына? Сначала хотел посоветовать тебе написать на него жалобу в полицию Но передумал Это будет ошибкой Я не хотел идти в полицию Хотя, может, ты прав Может, стоит написать на него жалобу? Раскан, у тебя голова хоть немного работает? А что? Ты это говоришь, потому что он богатый Ты забрал его дочь А ей сколько лет? Она моя родная дочь Я могу забирать ее когда угодно Понял? А ты докажи И не глупи Не ходи в полицию До тех пор, пока ты не докажешь, что она твоя дочь К тебе приставят полицейского Так и будет Сам пожалел, что ввязался в это А что мне делать? Придется терпеть, Ускан Скажешь, что ты преследуешь несовершеннолетнюю Тогда тебе точно конец Держись от нее подальше Или, знаешь что? Поторгуйся с ним Возьми денег и живи в свое удовольствие Не думаю, что тебя дочь особо волнует Не неси чушь Она мне дорога Ты только представь Я не могу видеться со своей родной дочерью Как это понимать? Такова жизнь, друг Она полна несправедливости и горечи Она такая Милая Моя родная дочка Когда смеется Она точная копия Гюльсирен Я на самом деле почувствовал, что у меня есть дочь Это необъяснимое чувство Ты запретишь мне встречаться с родным отцом? Ну почему? Джан Су, ты не будешь с ним видеться Почему, папа? Потому что он нехороший человек Он бросил Хазал и много лет не интересовался Уехал, даже не звонил Есть в нем что-то плохое Не нравится он мне Перестань, папа Милая моя Красавица моя Быть отцом или матерью тяжкий труд Он бросил свою жену, дочь И даже старшую сестру Оставил их всех И уехал в Германию Десять лет не звонил, не интересовался Не отправлял им денег Я согласен, зарабатывать трудно Возможно, он сводил концы с концами Но он даже не звонил, чтобы поинтересоваться дочерью и женой Ну что он за человек такой? Разве таким должен быть отец? Быть отцом это совсем другое дело, милая моя В народе говорят Отец и мать боятся, что их дитя простынет даже от взмаха крыла От взмаха крылова робушка Я с ума схожу, когда думаю, что с твоей головы может упасть хотя бы волосок Быть отцом это труд Этот человек об этом понятия не имеет У народов Кавказа есть сказка Знаешь, что в ней говорится? Кто мать ребенка? Та, которая родила? Или та, которая воспитала? Так вот, та, которая воспитала Тебя воспитал я Ты часть моей души Если в тебя вонзят иглу То меня пронзит кинжал Когда ты кашляешь, у меня сердце разрывается Я ведь по твоим глазам Без слов понимаю Чего ты хочешь? Я твой отец Я дочка Папа, ты у меня единственный, знаешь Но он мой родной отец Нет На том и на этом свете твой отец я, доченька Я тебя вырастил Ты вся любовь Вся любовь, которая во мне есть Моя единственная Доченька Я твой отец Ты на самом деле так сильно любишь меня? Конечно Перестань, папа Ты любовь всей моей жизни Любовь всей моей жизни Жизнь моя Единственная моя доченька Слава Аллаху 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы на учебу не пойдете? Хорошо, выздоравливайте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А где папа? Не знаю, наверное, на работе уже. Наверное? То есть ты не знаешь, где он? Не знаю. Ладно, я пойду. А как же завтра, кузан? Постой, я тоже пойду с тобой. До встречи. Удачи, милая. А ты не видела Джихана этим утром? Нет, папа, не видела. Он опять спал в комнате для гостей? Конечно. Но это не важно. Главное, что он вернулся домой. Это и было проблемой? Да, именно это. Как минимум он... А где Хазал, госпожа Мине? Она приболела и не пойдет на учебу. О, Господи. Ладно, спасибо большое. Папа, мне надо поговорить с вами кое о чем. Но сначала я навещу Хазал. Хорошо. Денис, милая, не приноси мне больше это. Я дал тебе инициативу. Пользуйся ею. Хорошо? Хорошо, господин Джихан. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Присаживайся. Я все-таки не понимаю, что заставило тебя встать в столь ранний час? Да со мной все в порядке. Ты уверен? Ну, честно говоря, мне больно, но я не показываю виду. Ты есть будешь? Нет, нет. У меня назначена деловая встреча на обед. Но кофе я выпью. Мирхам, принеси два кофе. Что насчет ресторана? Я как раз еду оттуда. Я познакомил господина Айабуза с персоналом. Ты выбрал хорошего директора. Он настоящий хищник. За две минуты следился с коллективом. Значит, Альпера не сможет больше попасть туда. Мы от него избавились. Альпера больше нет. Хорошо. А что с охранной фирмой? С этим тоже все решено. Они подписали контракт, не задумываясь. Ты только посмотри. Из-за этого придурка Альпера пришлось нанять охранную фирму. Ну, дело не только в Альпере. Давно нужно было начать пользоваться охраной. Да, тоже верно. Как хорошо. Температура спала до 37. К вечеру уже ничего не останется. Но сначала тебе нужно позавтракать и принять лекарства. Хорошо? Поднимайся, я поправлю постель. Ложись. Умница. Возьми это. Мама! Нет, ничего. Спасибо большое. Приятного аппетита. Ну, а как ваши отношения с Дилярой? Все по-прежнему, без изменений. Но ты вернулся домой после ранения? Я думал, ваши отношения наладились. Дети были расстроены, поэтому мне пришлось вернуться домой. Кстати, Джихан, не хочу тебя расстраивать, но кажется, дядя Джон Дан взялся за ваше дело. Дядя Джон Дан? Ты хочешь сказать, этот подлец Ускан встречался с Джон Су? Именно так, папа. Он пошел к ней в школу. Она пошла с ним, и они вроде ели кукуречь. Джихан, кажется, так сказал. Я чуть с ума не сошла. Эх, был бы я чуть помоложе, ну, хоть на десяток годков. И что бы вы сделали, папа? Пошли и забрали ее, как Джихан? А он избил его? Да. Ох, молодец мой сын. Сразу видно, это мой сын. Папа, что вы такое говорите? Это ведь насилие. Разве проблемы так решаются? Неужели вы готовы пойти убить этого человека? Упаси Господь! Но если с головы Джон Су упадет хоть полосок, я убью его глазом, не моргнув. Ради Бога, давайте мыслить логически. Само существование этого человека уже нелогично. А ты про логику говоришь, Диляра? Продолжим разговор в гостиной, папа. Только посмотри на этого подонка. Еле кукуречь. Значит, они советовали с господином Айдыном? Да, надо же. Я не хочу, чтобы с тобой случилось то же, что и со мной. Господин Айдын – истинный шайтан. Он в доли секунды схапает все твое имущество. Поэтому не подписывай ничего без моего ведома. Ты считаешь меня ребенком? Если я скажу, что все имущество, недвижимость и богатство ее, оно в ту же секунду сядет за стол и подпишет бумаги на развод? Не думаю. Я знаю Диляру. Ей нужны именно это. А как бы ты поступил, если бы тебе это предложили? Я бы согласился. И отдал бы ей все, что построил за 20 лет. Да она утопит ваш бизнес. Это не проблема. Я открою новый бизнес. Начну все сначала. Проблема как раз в другом. Что опять случилось? Ты готов? Ты меня пугаешь. Прилетел муж Гюрсирен из Германии. Ты уже поговорила с Джонсу? Что, папа? Ты поговорила с Джонсу про отношения с Осканом? Нет, я не поговорила. Джихан с ней поговорил. И в конце разговора они чуть не пережили кризис. Какой еще кризис? Обычный. Джихан сказал, что она больше не должна встречаться с этим человеком. И тогда Джонсу сказала, что он ее отец. Он разозлился на нее? Нет, не разозлился. Он просто сказал, что у нее есть один отец. Потом они обнялись и начали плакать. Это надо было видеть папа. Молодец, Джихан. Таким и должен быть истинный отец. Что вообще происходит с Джонсу? Первый раз увидела человека, уже называют его отцом. Какой он ей отец, ради бога. Не надо так, папа. Она всего лишь ребенок. Оскан что только не делал, лишь бы понравиться ей. А что в нем может нравиться? Он ведь настоящий сумасшедший. Не помоги моему, до сих пор бы гнил в тюрьме. К сожалению. Мы совершили большую ошибку Диляра. Выпустили зверя из клетки. Разве можно доверять таким людям? Нужно думать перед тем, как что-либо делать. Он просто больной, неуравновешенный психопат. Ты на самом деле его избил? Когда дело касается Джонсу, я теряю контроль, и никто не в силах меня остановить. Юлиссирен, ты звонил? Да, звонил, но она не отвечает. Даже не знаю, что сказать. Нам надо предпринимать меры касательно этого человека. Но сейчас мне нужно идти навстречу. Обговорим все после, хорошо? Пока. Удачи. Ну ладно, счастливо. Джихан предложил ему денег, но он отказался. Конечно же он откажется. Он хочет высосать из нас всю кровь. Думаю, он примет деньги позже. Конечно. Деньги в этом мире все решают. Что за странные вопросы? Но в случае с Юлиссирен, деньги нам не помогли. Почему ты так думаешь? Она просто знает, насколько богат Джихан. Она хочет заарканить его и получить полностью. Она, наверное, не подозревает, что не получит ни гроша. Я поговорю с ней. С кем? С Юлиссирен? Какие у меня могут быть с ней дела? С Кериман? Папа, не надо, ради бога. Мы ведь с ней договаривались. И к чему это привело? И что нам теперь делать, доченька? Насилие не поможет, деньги тоже не помогут. Что нам теперь делать? Мы удовлетворим ее последнюю просьбу. И как же? Как? Она просила 20 тысяч евро. И мы дадим ей эту сумму? Предположим, что мы дали ей эти деньги. А Ускан взял их и передумал, что будет потом. И если честно, у меня есть одна мысль, но... Возьми это, Гюльссирен. Что за глупость? Прошу, возьми. Ты осталась без работы. Возьми деньги. Ты думаешь, это последнее, что у меня есть? Мне ведь дали аванс. У меня есть деньги? Гюльссирен, ты думаешь, я могу взять у тебя деньги, когда ты без работы? Возьми. Думаешь, тогда мне будет удобно здесь жить? Это для твоего дела. Звони этому человеку. Дерьян, немедленно звони. Ладно, пусть будет так. Добрый день. Я вчера смотрела, у вас печь для пекарни. Да, печь для пекарни. В данный момент абонент занят. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ну что вы, оплатите транспортные расходы сами. Сделайте доброе дело. Значит, договорились. Хорошо. Я сейчас кину адрес сообщением. Только позвоните мне по приезде, чтобы я спустилась в магазин. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Он сейчас ее приведет в Гюльссирен. Как же вовремя ты меня выручила, подруга? Да, я отправлю адрес сообщением. Господи, Джихан звонил. Почему он звонил тебе? Не знаю. Наверное, потому что ты не отвечаешь на его звонки. Я ему перезвоню. Не вздумай. Нет, я ему перезвоню. Нет, я не хочу, чтобы ты ему звонила. Гюльссирен, это важно. Перестань, Дерья. Здравствуйте, госпожа Дерья. Здравствуйте, господин Джихан. Вы мне звонили? Я хотел бы поговорить с Гюльссирен. С Гюльссирен? Нет, нет, не надо. Да, она здесь. Передаю ей трубку. Гюльссирен, возьми трубку и поговори с ним. Бери. Давай. Здравствуй, Джихан. Гюльссирен. Здравствуй, как ты? Неплохо. Насколько это возможно? Как ты, поправляешься? У меня все нормально. Как девочки? В порядке, скучают по тебе. И я тоже сильно по ним скучаю. Гюльссирен, нам надо встретиться. Джихан, мы уже это обсудили. Нам лучше не встречаться. Гюльссирен, ты не хочешь со мной видеться из-за того, что приехал Оскан? Что? А откуда ты знаешь, что Оскан приехал? А, господин Рахми. Алло. Добрый день, госпожа Кериман. Это Рахми Гюрпенар. Нам надо встретиться. О чем это ты? Рахми Гюрпенар, говорю. Вы что, не записали мой номер? Ты ошибся номером. Здесь нет такого человека. Бросила трубку. Сказала, что ошибся номером. Странно. Вроде номер верный. Она что, издевается над нами? Может, она не стала разговаривать из-за того, что брат рядом. Перед тем, как звонить, надо проверять номер. А то звонят тут, кто попала. А ты еще отвечай. Телефоны умные, а вот они... Куда ты собрался? На работу. Оскан, что это за работа? Ты ходишь на нее только тогда, когда захочешь. Я ведь не в банке работаю, чтобы сидеть с девяти до шести. А где же ты работаешь? В мастерскую у Энгина. Оскан, ради бога, что ты понимаешь в ремонте автомобилей? Оскан, ты опять скажешь, что мне нужно молчать, но за кредит надо... Как ты сказала, лучше молчи. Идиот. Словно кредит сам себя погасит, если я буду молчать. Прости меня, господи. Алло, господин Рахми, здравствуйте. Извините, я не могла говорить. Извините. Кажется, ваш брат был дома, поэтому вы и не могли говорить. Он уже ушел? Да, он уже ушел на работу. Ну и славно. Вы вроде говорили, что хотите встретиться. Да, нам нужно встретиться. Что будем делать? Где встретимся? Там же, где и в прошлый раз. Мне там понравилось. Нет, нет, не там. Давайте я приеду к вам. Мы выпьем кофе и поговорим с глазу на глаз. А, к нам. Ну, как пожелаете. И когда же вы приедете? Все зависит от пробок, но думаю, в течение часа буду. Хорошо, тогда я жду вас дома. Хорошо, удачного дня. Какой же ты жадный, Рахми. Слов нет. Зажал даже обед в ресторане. Жадина. Ну вот, теперь мне надо готовить. Ну да, надо пойти и приготовить ужин, а. Диляра, неужели они все такие? Что случилось? В прошлый раз мы были в ресторане, сейчас она опять предложила поехать в него. Господи, это называется не видеть границ, папа. С какими никчемными людьми нам приходится иметь дело? Джихан дает им повод для этого. Верно. Скажи, почему ты мне не сказала, что приехал Ускан? Ну, я подумала, ты решишь, что я не хочу встречаться с тобой из-за его приезда. А так ли это на самом деле? Сам знаешь, что к Ускану это не имеет отношения. Ничего я не знаю, Гюльсири. Потому что ты постоянно что-то от меня скрываешь. Я что-то от тебя скрывала? А разве не так? Я только это и скрыла, больше у меня нет секретов. Ты скрывала от меня приезд Тоскана. Твой бывший муж вернулся, а ты держишь это от меня в тайне. Я думала, что ты меня поймешь. Гюльсириан, когда ты сказала, что не хочешь со мной встречаться, я не стал на тебя давить. Я не давил на тебя, чтобы ты не чувствовала себя несчастной. Но я так не смог объяснить тебе, что у меня нет никакой семейной жизни. Может, для тебя все именно так, но не для твоей жены. А как думаешь именно ты? Что ты пытаешься сказать? Что ты хочешь от меня услышать? Мы уже говорили об этом. Это просто невозможно. Как ты не понимаешь? Я пытаюсь тебе объяснить, но у меня не получается это сделать. Поэтому я схожу с ума, Гюльсириан. Я хочу, чтобы они были рядом, но это невозможно. Ладно, это мои проблемы. Я хотела у тебя спросить, откуда ты узнала о приезде Тоскана? Кериман заставила его позвонить тебе и попросить денег? Ну, если бы это было так просто, я бы отдал Кериман деньги и отделался от нее. Все было бы по-другому. Тоскан ходил к Джансу в школу. Что? Да, он неожиданно подошел к ней и сказал, что он ее отец. Послушай, Гюльсириан, если он что-то сделает моей дочери, я его просто в порошок сотру. Понимаешь? Нет, Тоскан никогда не сделает Джансу плохо. Никогда. Да что ты, неужели ты защищаешь его? Я его не защищаю. Он на 10 лет оставил тебя и Хазал. А ты еще его защищаешь. Я его не защищаю. Как ты мог такое подумать? Словно он ангел. Я сказала, что Тоскан безответственный. Что он обманщик и эгоист. Но он не причинит вреда ни Хазал, ни Джансу. Ты так говоришь, словно он серийный убийца. Подожди, Гюльсириан. Скажи мне честно. Ты хочешь снова вернуться к мужу? Что ты такое говоришь? Ну, все может быть. Ведь он твой бывший муж, и ты хочешь начать с ним все сначала. Поэтому не хочешь видеться со мной. Неужели ты так думаешь на самом деле? А что мне остается? Ты только послушай, о чем мы говорим. У нас и шоколад есть. Известный на весь мир. Немецкий с лесным орехом. Нет, нет, я не хочу. Твой ротик. Ай, воду забыла поставить. Ради бога, сядьте, госпожа Кериман. Мы зря теряем время. Сядьте же. Садитесь. Хорошо, я села. Чего хочет твой брат? А что случилось? Словно ты не знаешь. Я и богу не знаю. Зачем он пришел в школу к Джансу? Сказал, что он ее отец и запутал бедную девочку. Поверьте мне, я ничего не знала. Он это сделал, не спросивши вас. Как ему не стыдно. Смотри мне в глаза. Думаешь, я в это поверю? Какой он имеет право беспокоить Джансу? Скажи мне. Объясни. Ай, довольно. Прошу вас, господин Рахмей. Хватит. А правильно, что твой сын пришел и разбил моему брату все лицо. Оскан подписал бумагу, что не имеет к вам претензий. Вы хотя бы знали это? Благодарю, что мы еще не пожаловались на вас, а? Знаю, что бы было, если бы он написал жалобу. Но я ему помешала, я. Я. И что было бы, если бы он написал жалобу? Ну и шел бы, вы сейчас так и рассказывали там, что его избыл Джихан Гюрпенар. Господин Рахмей, милый мой, ради бога, присядьте. Мы ведь договорились, что спокойно поговорим. А вы куда завели разговор, а? Давайте поговорим на чистоту. Выхозал у нас забрали, да еще и бесплатно. Вы хоть раз задумывались, сколько сил я на нее потратила, пока растила. Нет, не задумывались. Разве Оскан хочет забрать казал насильно? Разве он требует от вас дочь, которую я воспитала в поте лица? Вы забрали у него родное дитя. Он кое-как смирился с этим горем. Так вы еще и побили его, словно ему своих проблем не хватало. Где же ваша совесть? Не Оскан ее родной отец, и не он ее вырастил. Ее вырастила я, я! Послушай, я пришел сюда не выяснять отношения. У меня к тебе есть предложение, а ты должна будешь переубедить своего брата. Ладно. Это я могу сделать. Слушаю ваше предложение. Я дам вам чистый бен. Сто тысяч евро. И мне не важно, кому пойдут деньги. Тебе, брату, или вы их поделите пополам. Господин Рахми, о ста тысячах и речи быть не может. Я ведь говорю евро. Ты хоть знаешь курс евро на сегодняшний день? Двести восемьдесят семь тысяч новых турецких лир. В последнее время евро упал. Слушай, она даже курс валют не знает. Двести восемьдесят семь тысяч турецких лир. Ты хоть раз в жизни держала двести восемьдесят семь тысяч турецких лир в руках? Нет, так дело не пойдет. Ты ведь сама хотела от нас сто тысяч евро. Я просила двести тысяч лир. Это было тогда. Тогда еще Джан Су не была замешана в это. Это я просила за хазал. Это всего тысячная доля, что я потратила на хазал. Но я хотела бы благодарности. Какие же вы гадкие и ненасытные люди. Вы за деньги душу продадите. Эй, мы для вас, богачей, выглядим именно так, не так ли? У вас есть миллиарды, вам легко говорить и судить меня. Ладно, сто пятьдесят тысяч евро. Давайте не будем говорить даже о ста пятидесяти или двухстах тысячах. Мы об этих суммах могли поговорить, когда не было Оскана. А сейчас ситуация изменилась, и Оскан хочет вернуть Джан Су. Ладно, мне уже надоело. Говори, сколько ты хочешь. Говори. Пятьсот тысяч евро. Что? Пятьсот тысяч евро? Тише, тише. А что такое? Неужели эти девочки не стоят столько, сколько стоит машина, на которой ездит твоя невеста? Как я понял, нам не договориться. Господин Рахмин. Мы встретимся в суде. Мои адвокаты уже начали заниматься этим делом. Ради бога, зачем вам нужен этот суд, а? Ну зачем? Я пришел сюда в последний раз, в надежде, что мы договоримся мирным путем. Господин Рахмин. И мы заберем обеих девочек, и Джан Су, и Хазал. А вам дадут право встречаться с ними раз в пятнадцать дней или час в месяц. Этого я уже не знаю. Господин Рахмин, давайте сядем и поговорим. Нам с вами больше не о чем говорить. Прошу, господин Рахмин. Нам есть о чем поговорить. Присядьте. Если бы папу не ранили, то я бы давно заказала мебель подруга. Но он только что вышел из больницы. Что? Твоего отца ранили? А кто стрелял? Хазал, милая. Ты в порядке? Можно сказать так. Дай гляну. Очень хорошо. Почти ничего не осталось. Меня немного знобит. Так бывает, милая. К завтрашнему дню все пройдет. С кем ты разговариваешь? Да, с Шейдой. Хотела узнать, что задали в школе. Я поправлюсь и начну делать домашнее задание. Ладно, отдыхай. Хазал, рассказывай, что случилось. 250 тысяч евро. 150 тысяч. Господин Рахмин, ну 200 тысяч. 150. Ну, пусть будет 170. Посмотрите, в какой нищете мы живем. Ладно, пусть будет 160 тысяч евро. Но это последняя цена и не гроша больше. Так, так, так. 160 тысяч евро. Это в лирах будет сколько? Ладно. Пусть будет 160 тысяч евро. А когда вы заплатите? Когда твой брат уедет отсюда, тогда я заплачу. Ай, он никуда не уедет, останется здесь. Он останется здесь? А я дам вам 160 тысяч евро, а он будет беспокоить девочек, когда ему станет угодно. Так? Не будет беспокоить. Я вам обещаю, я не дам ему это делать. Женщина, почему я должен верить тебе на слово? Но как же вам не стыдно? Слушай мое предложение. Пусть твой брат садится и улетает отсюда, куда захочет. В Кёлен, в Замбию, мне не важно. Когда он будет в аэропорту, сядет в самолет. 20 тысяч евро будет у него на счету. А вы что, будете платить частями? Конечно, частями. А что ты думала? Думаешь, я могу вам доверять? Вы мне не доверяете? Как вам не стыдно? Вы разбиваете мне сердце? Как вам не стыдно? Нет, нет, так не пойдет. Мы хотим всю сумму сразу. Ладно, как хочешь. Встретимся в суде. Господин Рахми, ну что вы сразу злитесь? Ради Аллаха, сядьте поговорим. Ладно, ладно. Заплатите сначала 20 тысяч. А остальную сумму когда? Остальное выплачу частями по 10 тысяч в месяц. Если твой брат побеспокоит одну из девочек, наша договоренность будет отменена. Какая договоренность? Господин Рахми, позвольте представить вам моего брата Оскана. Оскан, это господин Рахми. Что тут происходит? Дядя, уходи давай. Ты пожилой человек, не доводи меня до греха. Подумай над моим предложением. Потом сообщишь мне свое решение. Хорошо, спасибо, что пришли. Счастливого пути. Будь ты проклят, а! Да накажет тебя Аллах! Ты спугнул его! Мы упустили миллионы! Как был дураком, так и остался! Убирайся вон! Уходи отсюда! Давай, давай! Сыркан, что ты делаешь? Включи свет! С днем рождения, Гюль Сырен! Моя милая подруга, долгих тебе лет жизни. Как ты об этом вспомнила? А ты думала, я забыла? Родной мой! Какой же ты милый! Ну, давай, садись и задувай свечи. Загадывай желание. Хорошо. Что ты загадала? Желание нельзя говорить, сынок. Я загадала, чтобы обе мои дочери были счастливы. Потому что хочу только этого. Зачем столько беспокойства? Это мелочь. Какая красота! Иди сюда. С днем рождения, родная моя! Спасибо, что ты есть. Давайте есть торт. Дети. Добро пожаловать. Добро пожаловать, пап. Сынок, как ты? Хорошо. Ты как? Ты как милая. Все хорошо. Что ты делала сегодня? Как всегда. Учеба, тренировка. А где Хазал? Она болеет и лежит у себя в комнате. Болеет? А что с ней? Простыла. Ладно, схожу, проведаю ее. Жан-су, а где мама? Ушла. Куда ушла? Не знаю, она ничего не сказала. А дедушка? Он тоже ушел. Может, мы тоже пойдем? Видишь, дома никому не сидится. Я серьезно. Не буду звонить. Если позвоню, час будет болтать и не отстанет. Начнет спрашивать, почему не звоню, лучше вообще не звонить. Дочка, к тебе можно? Да, входи, папа. Милая, ты заболела? Да, немного, папа. А что случилось, доченька? Ты простыла? Дай я проверю тебе температуру. Ну, температуры нет, слава Аллаху. Утром была, и я не пошла в школу. Мама не отвозила тебя к врачу? Я предлагала ей поехать, но она сказала, что мне надо полежать дома. Она права, но если тебе и завтра будет плохо, я сам отвезу тебя к врачу, ладно? Хорошо. Ты что-нибудь ела? Тетя Мине приносила поесть, но у меня не было аппетита. Но тебе нужно есть. Я скажу, чтобы тебе что-нибудь принесли. Хорошо. Что случилось? Папа, посиди со мной немного, пожалуйста. Конечно, милая, иди ко мне. Почему ты плачешь? Папа, я так одинока. Не говори глупостей. Ты не одинока? С чего ты взяла? Иди ко мне, солнышко мое. Вот так. Как хорошо, правда? Да. Тебе лучше? Да. Ну, вот и хорошо. Спи. Заснул? Заснул. Он был так взволнован, пока готовил сюрприз тебе на день рождения. Милый мой. Не будь вас, никто бы не вспомнил о моем дне рождения. Гюльсерен, не стоит так драматизировать. Мы ведь отметили его. Все хорошо. Ладно, предположим, что Джансу не знает. А Хазал не позвонила. Цветы? Давайте сюда. На имя Гюльсерен Гюльпенэр? Подпишите здесь. А ты говорила, что никто не вспомнит о тебе. Господин Джихан прислал тебе цветы. Откуда Джихан знает про мой день рождения? Узнал, наверное? Здесь есть конверт. Открой скорее. Ладно. Что это? Диск. Что на нем? Сейчас. Как же интересно. Это Оскан отправил. Оскан, братец, ужин готов. Что ты здесь делаешь, а? Я так соскучился по ее запаху. Оскан. Что ты делаешь? Это мой свитер. Это мой свитер, идиот. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, продолжим, господа? ДимаTorzok 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 Пойдем Я тебе помогу На этот раз, папа, ты меня сильно удивил ДимаTorzok ДимаTorzok Ты ни на минуту не отходил от меня в больнице ДимаTorzok 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 Озан, пожалуйста, убери это. Что случилось, брат? Доброе утро, пап. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доченька. Доброе утро, папочка. Доброе утро, папочка. Опять с девушками переписываешься, да? А тебе какая разница? Госпожа именная, принесите мне чай. И мне тоже. Как я и говорил, ни на шаг не отходите, ни от Джонсу не отхазал. Хорошо, господин Джихан. И не подпускайте к ним незнакомых людей. Вы поняли меня? Слушаемся, господин Джихан. Ну все, я пошел. Может, брат Бахтияра меня подвезет по пути? Хорошо. Тогда поехали. До встречи. Удачи вам. Хазал, и ты иди. Мама, я не хочу ходить в эту школу. Мы уже говорили об этом. Да, говорили. Но тогда я еще не была опозорена перед друзьями. Мама, ну как я теперь пойду в эту школу? Все будут надо мной издеваться. Ты расстроилась из-за этого? Хазал, пусть они сами позаботятся о себе. Все они дети с окраин. Ты ведь сама сказала, что все они дети с окраин. А мне приходится учиться с ними. Хазал. Ладно уж, пойду. Хазал привыкла жить в нищете. Я возвращаю свои трущобы, мама. Госпожа Эмине. Слушаю, госпожа. Пожалуйста, уберите всю эту нелепицу и хорошенько уберитесь в гостиной. Слушаюсь. Налей чаю. Вот. Десять тысяч евро в месяц. Знаешь, сколько это будет? Нет, и сколько? Двадцать семь восемьсот наших турецких лир. Двадцать семь тысяч. Молодец. Убирайся вон, Оскан. Я сильно жалею, что привезла тебя сюда из Германии. Уезжай, чтобы глаза мои тебя не видели. Убирайся вон. Зовут на собеседование. Надеюсь, куда-нибудь примут. Возвращайся с хорошими новостями, Гольцарен. Спасибо, Дырья. Позвони мне, как только выйдешь в собеседование. Хорошо, Денис. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, господин Джихан. Как вы? Спасибо, все хорошо. Надеюсь, у вас тоже нет проблем. Все в порядке? И если честно, то есть, господин Джихан. Гольцарен уволили с работы. Ее уволили, когда вы лежали в больнице. О, Аллах. Я могу вам позже позвонить? Конечно, хорошо. Здравствуйте, Лера. Здравствуйте, Джихан. Что ты здесь делаешь? Нам надо поговорить. Говори. Я могу воспользоваться офисом в отеле. Тебе нужен офис? Да. А почему ты удивлен? Мы ведь партнеры. Хорошо, берем твой. Что еще? Еще проблема со школой Хазал. Я не хочу, чтобы она училась в государственной школе. Но так как мы не являемся ее опекунами, у меня будет просьба. Попроси Элдерима, чтобы он поговорил с Гольцарен. Пусть они решат эту проблему с Гольцарен. Устроим Хазал в частную школу. Это ты приложила руку к увольнению Гольцарен с работы? Что ты несешь, Джихан? Какое мне дело до Гольцарен? Я даже не знаю, где она работает. Зачем ты заставила ее уволить, Ниляра? Ты думаешь, мне интересно? Думаешь, я трачу время на подобные глупости? Жалко тебе. Я даже уволить ее считаю ниже своего достоинства. Я это вижу по твоим глазам. Диляра, ты хоть сама понимаешь, что ты делаешь? Неужели ты так низко пала? Я сама виновата, что решила поговорить с тобой по-человечески. Гольцарен, к сожалению, вы нам не подходите. Ну что ж. Гольцарен. Гольцарен. Слушаю вас. Я пришла к Дерье. К сожалению, невестка ушла в аптеку. Селин, кто пришел? Здравствуйте, я пришла к Дерье. Я ее свекровь. Добро пожаловать. И вам добро пожаловать. Спасибо. Ну что ты стоишь, проходи в дом. Я не хочу вас беспокоить. Я только заберу пакет и уйду. Проходи, проходи, милая. Жена, это невестка пришла? Нет, это подруга Дерье. Выздоравливайте. Спасибо, доченька. Селин, принеси стакан воды. И смени мне белье. Я, кажется, пропател. Что у дяди? Пока не знаем. В поселке врач сказал, что это что-то с легкими, но мы завтра повезем его в городскую больницу. Пусть все пройдет, и он скорее выздоравливает. Спасибо. Вы посидите. Невестка скоро придет. Нет, нет, у меня дела. Передавайте Дерье привет. Привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Если я не скажу, что она вернулась Он мне весь мозг вынесет Что опять случилось? Гельсерен вернулась Как вернулась? Надела крылья и прилетела Просто пришла своими ногами Ладно, кладу трубку Брат Бахтияр, я тебя прошу, ты езжай, а я вернусь на такси Хорошо? Есть четкие инструкции твоего отца Джинсу Я не могу оставить тебя тут Я ведь буду не одна, а с друзьями Господин Джихан просил не отходить от тебя ни на шаг Я с ним поговорю Если он разозлится, то на меня Ладно, тогда я пойду с тобой Еще чего захотел? Не переживай, я буду ждать снаружи Можешь спокойно отдыхать с друзьями Да ничего я не хочу Ладно, вы идите, я не пойду Они раздули это докровное мессе Надо найти другое решение Есть один выход Подать в суд Тогда все узнают, что ты брат Диляры Не неси чушь, Солмаз А что мы будем делать? Отныне Джихан и Диляра не подпустят тебя к себе Солмаз, знаешь, сколько лет будет идти суд? Лет десять, представляешь? Тогда делай, что хочешь Подстраиваем ловушки Заявляй на них газеты А потом трясись от страха Солмаз, замолчи Не буду молчать Ты делаешь глупости, а я от этого страдаю И как же это ты страдаешь? С меня хватит Куда ты пошла? В преисподнюю Пойду прогуляюсь Папа, куда вы идете? Пойду к друзьям Ты как? Настроение улучшилось? Все по-прежнему, папа Как вспомню, начинает трясти Представляешь Джихан прямо спросил Я ли ее уволила с работы Она пошла и сразу ему все рассказала Доченька, они в этом подкованы Нам никогда не понять их или А ты что, призналась? Конечно, не призналась Я сказала, что даже не знаю ее места работы Милая моя Единственная внученька Иди, иди, иди к дедушке Джансу? Что это с ней? Бахтияр, что с ней? Кажется, она разозлилась на меня Потому что я помешал ей пойти с друзьями А почему ты ей помешал? Она ведь взрослая девочка Господин Джихан дал четкий инструктор Ладно, спасибо Что он имеет в виду? Какие еще инструкции? Из-за Ускана Джихан дал им инструкции Не оставлять девочек одних И никуда их не отпускать Нельзя так, милая Не говори так, папа Он настоящий псих Ну, верно, верно Взгляд у него какой-то странный Я уже давно не могу прогнать Одну мысль из головы Может, человек, стрелявший в Джихана И есть Ускан? Нет, папа Это был не Ускан А может быть и он У него взгляд какой-то бешеный От него всего можно ожидать Значит, Джихан вам не сказал Что? Папа, это был... Ну? Альпер Что? А причина какая? Причина в том Что мы его вытеснили из бизнеса На нервах Пошел к Джихану Пытался поговорить с ним А когда Джихан отказал ему Он его подстрелил Папа Я пойду проведу Джансу О, Боже мой Зачем господину Рахми монтировка? Джихан, подонок Ты мне за это заплатишь Господин Рахми, в чем дело? Значит, это был ты Ты нажал на курок Субтитры сделал DimaTorzok Даже не скажешь мне Добро пожаловать Хотя, прости Это я должен был сказать Добро пожаловать Мой изумруд Я купил продуктов В маркете А, Ускан, ты уже пришел? Ты что, весь магазин скупил? А ты куда пошла? К Аману На помолвку к Незье Ой, как у вас тут аппетитно Дай-ка попробую кусочек Иди, не опаздывай Приятного аппетита Пока Приятного аппетита Приятного аппетита Приятного, присаживайся, внучок А что, мамы и папы опять нет? У твоей матери разболелась голова Она легла спать А отец пришел сытым А вы ешьте Послушайте, что я вам расскажу Вот русские, они едят все Коров Быков Коз Лошадей Баранов Свиней Дедушка, ты шутишь? Не шучу Ты думаешь, что они в температуру минус сорок в Сибири Едят Лахмуджин? Я, когда ездил туда, ел там обезьяну Куда ты, Дженсу? Внученька, вернись Не ел я никакой обезьяны Кажется, ее затошнило Иди за стол, мой Изумруд Ты получила мой подарок? Какие фотографии прекрасные Как же сильно мы любили друг друга А себе? Я не буду есть Как это не будешь? Я не буду есть Иди сюда Прости, пожалуйста Берсериан Любимая, открой дверь Отстань от меня Почему ты не хочешь меня понять? Зеленоглазая моя, я всегда тебя любил Мне пришлось уехать Почему ты меня не понимаешь? Папа? Милая моя Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю И я сильно тебя люблю Я вернулся домой Теперь все будет хорошо, Гельсирен Клянусь, все будет хорошо, любимая Открой дверь, поговорим Открой дверь Любимая, открой дверь Не заставляй меня делать что-то плохое Открой эту дверь Открой, поговорим Гельсирен, открой дверь, Гельсирен Гельсирен Ты сама этого захотела Гельсирен 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 Все будет хорошо Какая горячий Гельсирен Конец тринадцатой серии Фильм дублирован на студии «Синематон» по заказу АО «Агентство Хабар» в 2015 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова